всем привет ребятки меня зовут владимир я даже не знаю мне кажется сегодня пришло время очередной истории дело было в девяносто шестом году сорян я не буду смотреть прямо в камеру мне там не очень удобно я буду смотреть на микрофон в общем шел да о чем история я вам рассказывал несколько было у меня уже историй по моему 7 или 8 что я в 90-х годах торговал кассетами буквально я покупал чистые кассеты записывал их своей домашней студии у меня было много различной аудио аппаратуры точнее магнитофонов советского производства и один японец и да и компакт-диск какой-то там корейский проигрыватель компакт-дисков в общем история произошла в девяносто шестом году так сказать последний день в который я торговал кассетами и после которого я больше этим не занимался бизнес закончился для тех кто случайно наткнулся на этот видеоролик хочу пояснить вы наверное не знаете потому что я это давно уже рассказывал эти свои истории про то что меня была звукозапись так вот если вы новый зритель не знаете мою историю поясню 90-х годах в начале 90-х наверно там 91 года где-то в это время мне было чуть меньше двадцати лет я из города краснодар у нас под таргеневским мостом на берегу кубани был такой рынок радиорынок назывался ну и собственно говоря начиналось у меня все ну как все купи продай купи там дешевле продать дороже появился у меня первый компьютер zx spectrum игры с этого компьютера если кто не в курсе можно было записать на обычную аудиокассету вот на магнитофон записывать какие-то звуки там улюлю тра-ля-ля загружаясь в этот компьютер и играли в игры то есть сначала я занимался тем что просто у для себя эти самые компьютерные игры покупал на магнитофоне с одного значит магнитофона другой переписывал кассеты таким образом у меня были деньги я мог купить себе другую кассету с играми в общем начиналось с компьютерных игр опять же была отдельная история на канале не знаю захотите найдете называется эта серия мои истории из 90-х или все мои магнитофоны я точно не помню так вот 90-х годах речь пойдет о 96 году я не помню скорее всего это было уже конец и лето осень до скорее всего начало осени ближе к зиме потому что ну как я помню тогда уже как минимум в курточке был то есть не просто там в маечке торговал на этом самом радиорынке а ну то есть какая-то там момент джинсовая курточка была у меня было все хорошо у меня было много различные аппаратуры в основном это естественно большинстве средства была советская аппаратура яузы радиотехники маяки различные всего было их естественно не очень много и тогда за все время я это было там не знаю два-три десятка их поменял магнитофонов но так сказать на постоянке у меня в стойке стояла не знаю 10-15 не больше короче аппаратов они постоянно менялись до сих пор помню магнитофон электроника mp202 да как-то так называлась лучше был магнитофон хотя я понимаю что он был один такой в связь в своей серии ну просто так видимо повезло купить его бушным на том же радиорынке видим хорошо отстроенным я в том что я покупал несколько раз но вот этот один магнитофон первое имел обалденно прописывал кассеты просто офигительно такой с него звук шел что японцы некоторые не могли записать я как-то даже оцепровать и кассеты выкладывал на самом канале шумодав шумодав был просто изумительно лучшему майка кто знает какая была система шумоподавления у майков то есть нажимаешь шумок лентах нет а музыка играет и играет прям четко музыка и цик-цик и прочее не режется это это не путайте с системой dolby которая была в иностранных магнитофонах не 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 наша система шумопонижения не имела никакого к ней отношения по другому принципу работала и прям шумов нет цик-цик есть вот так так что значит основной аппарат был для воспроизведения так сказать мастер копий да с которых я писал это был магнитофон электроника то есть него воспроизводишь нажимаешь шумоподавление дальше звук шел через эквалайзер либо с компакт-диска шло напрямую когда как смотря с чего писал ну да мастер копий у меня были с обычные кассеты через шумодав через эквалайзер и уже на другие магнитофоны копии ребятки я хорошо записывал кассеты тдк бафы там сонки и прочее не суть так вот возвращаемся в 96 год в то время массово уже начали появляться студийные кассеты точнее не говоря раньше появились эти студийки ну так люди в основном покупали самописки по одной простой причине они лучше звучали студийки опять же я об этом уже рассказывал и я их до сих пор ненавижу потому что но не всех писали на дубликаторах на огромных скоростях хорошо если только на ускоренный на 2 бывали нормальных таких пиратских назовем их студиями которые там на 16 скоростью наповали практически со скоростью перемотки кассеты они делали дубликат с одной кассеты врубали воспроизведения и другие все это нам бах три минуты у тебя кассета 90 минут записано короче не суть ладно не будем это вдаваться короче студийки по качеству звука мне не нравились а как раз вот уже девяносто пятый шестые года они начали продаваться везде на рынке по одной простой причине гоняли милиция да или полиция уже было в то время я не помню просто гоняли таких людей кто занимался продажей кассеты потому что должна была быть студийка с картиночкой и обязательно сдолбанной и вот этой вот акцизной марочкой как знаете сейчас на на любом алкоголе клеит вот вот такая херня была на кассетах там кубань чего-то там я не знаю откуда ты были акцизы там не было написано что это именно на аудиозапись акцизка блестела голограммы все дела короче на этом рынке на радио рынке где торговал до время от времени приезжали ребятки на луноходе там шляпах как говорится ходили и просто могли выдернуть любого я уж не знаю как у них была причина видимо план выполняли начальство сказала поехать разогнать да этот радио рынок разгоняли довольно таки час иногда была такая ситуация с утра там 8 утра ты придешь на этот рынок на Тругеневский мост с романечка выходишь там стоят люди махают типа все хана не 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 рынок переехал туда давайте валите тут все туда приходишь там несколько так сказать автомобилей с представителями властей ну в общем рынок закрыт на 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 рынок перемещался и на другую сторону кубани в адыгею да этот мост как раз то есть краснодар через мост перешел все от идеи ну другая республика все там меньше гоняли но там свои были прикол там свои приезжали ребятки так сказать в форме не суть короче рынки все были заполнены студийными кассетами ну естественно они все хоть и были с наклейками но понятное дело большинство зарубежки это было в той там самые были такие ярые пираты поляки да польша штамповали массово дешево как говорится ну как дешево студийная кассета стоила 10 рублей ну с записью я имею ввиду то есть студийки продавали по 10 рублей я продавал кассеты фирменные самописки там бас тдк дэнон сони коника snc и прочее прочее 90 минут на я продавал за 12 рублей ну то времена это было с нулями 19000 поэтому вы помните об этом все-таки 90 середина и соответственно часовая за 60 минут ну то есть а студийки были разные студийка могла бы 30 минут могла быть 60 55 70 80 короче студийки это ну сколько задумано было до запись они настолько резну ленту и резали под эти самые студийки качество как я сказал говно я до сих пор их ненавижу блин даже фирменные у меня есть студийки как-то я показывал недавно сектор газа студия союз прям их не фирменные не пиратки прям вот они такие брали кассеты булка так называемый то есть такие без надписи без ничего таки серенький это были ракс производства студия союз на этих раксовских кассетах штамповала записи у меня все по моему альбомы сектор газа как раз вот такие вот то есть реально студийка наклейками голограммами там не помню а скорее всего есть да ну конечно так себе короче суть вот в том студийки есть приходят всех гоняют те кто торгует студийками не трогают ну то есть это сейчас там и поэты открыл еще что-то я не помню как это было в 90-х естественно никакой предпринимательской деятельности я не вел 96 год это мне было 22 года до молодой парнишка 22 года твой бизнес магнитофон не покупаешь кассеты покупает записываешь продаешь всем весело всем хорошо а здесь речь идет о моем ну пожалуй последнем дне торговле ну то есть просто после то все закончилось я плюнул и новая нахрен начали прижимать то есть все чаще и чаще бывало такое что каждую неделю ты выходишь и приезжают эти ребятки просто шестят рынок все там тряпочками закрываются они не я тут сижу курю болтаю ничего не торгую всякое такое просто докапывались до всех и в этот самый день докопали собственно говоря до меня до ребят которые стояли рядом торговали видеокассетами опять же я не помню были ли тогда уже видеокассеты студийки скорее всего были но опять же я торговал самописками эти ребятки тоже торговали самописками то есть мы все торговались в одном оптомом хорошем магазине я про это рассказывал купил записал продал или обменял не знаю ну в основном продал весело проводили там время и собственно приехали и как бы ха сразу резко нас ну-ка собираемся у вас всех в бобик за решеточку сумочками столиками со всей херней и поехали в отдел милиции полиции я не помню кто там тогда был небольшое отступление от моей истории повествование это просто сейчас вспомнился комментарии которые мне писали под видеороликами когда я рассказывал про видео рынок типа был у вас рэкет ребятки ну типа как в понимании да там как в кино как сериалах приходили бандиты кого там крышевали ними нет ничего такого не было насколько я помню на радиорынке был но я не знаю кто-то там главное на какой-то человек который ходил собирал деньги просто со всех продавцов грубо говоря в обед проходит чай который собирает по 10 рублей ребятки цена одной сосиски ну или одной проданной мною кассеты да то есть за место вот я там занимаем метр этот или там сколько-то там проходит 10 рублей за место то есть администрация да мы называли так администрация когда приезжали ребятки в форме и с калашами до борзые выполнять свой план я их понимаю план ребятки кого-то задержать так вот да никого не не задерживали все вопросы решала эта самая администрация то есть до платили за место а сейчас на рынке как выпадите на любой рынок вы сейчас охренеете сколько нужно платить за аренду ну вот и тогда была аренда 10 рублей херня цена одной долбанной сосиски кусок хлеба и жареная сосиска херня то есть мы платили администрации они решали все вопросы но вот как раз девяносто шестой год уже все когда они просто начали жестить администрации ну как я понимаю да там сверху план все студийка лицензионные наклейки то есть ну какая на хрен кассета денон контрафакт как они это объясняли в этом звукозаписи студии которые начнете магазинчики были ларьки студия звукозаписи писали как раз на таких кассетах ты приносил свою чистую кассету бог они на записывали или торговали это мнение не их не трогали они прожили на несколько лет дольше а вот на рынках всех лоточников которым был я лотка со столика торговали этих до труда и в общем тот самый день продажи становились хуже возможно не помню наверное ну потому что прямо напротив меня стояли эти ребятки со студийными кассетами красивыми голограммами типа вау 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 звук говно был я на своем маленьком магнитофончике воспроизводил меня звук был лучше чем у них вот на таких больших колонках у них покупали возможно даже больше чем у меня вот пошло массово плюс вот эти все гонения новоточников короче приехали ребятки с автоматами администрация отмазать не взялась у них просто был план именно кассетников значит был получается я аудиокассеты эти студии к ним подошли они что-то бумажку им показали типа все не контрафакт хотя это пиратские кассеты с наклейками были я сто подого знаю их не тронули ко мне ребяткам с видеокассетами только их там трое хоп типа вон тебя бобик вперед я единственно жизни прокатился в бобики вот на этом задней херне с решеткой прям как зэка какого-то закрыли за что вот у них был план по кассетам еще там одних молодых взяли на рынке были еще одни ребятки забрали значит в отделение но так понимаю это отделение видимо приписано к этому району где был тургиневский мост там вот это все не знаю короче не мой район скажем так соседний привезли в отдел типа ну сидите в коридорчике ждите вас вызовет там кто-то как всегда чувак без формы хрен пойми в обычной гражданской одежде в чем суть ну типа показывай давай давай свои значит рассказывай свои объяснения ну какие мои объяснения я не я я только торгую все мне дали я торгую все сначала значит просили ребят которые были с видеокассетами ну типа один другой там 3 опа выходит такие все ребятки всем пока я типа отмазался это хочу такое им дал пару кассет кино посмотреть такой ну ладно значит я так думаю проканает в общем кто-то там с видеокассетами значит дал на посмотреть что-то им какую-то историю рассказал свалил ну по-моему один только свалил или двое из трех которые взяли меня также вот этот самый кабинетик типа слушай ну чувак ну ты же понимаешь да вот вот у тебя ну нет наклеек все как-то контрафакт я такой ну что значит контрафакт кассета японская нет контрафактная запись потому что записан на этой самой японской сети что дети они видят с наклеечками все дела давай говорит так ну мне говорит ты отбери там я не знаю коробку кассетам которых не жалко мы их типа там на экспертизу какая нахрен экспертиза кассета подписана ручка ну вот так ну ладно самое говно отобрал и слушай ну дай для меня там две-три кассетки музыка которая тебе нравится пастушь я такой ладно еще несколько кассетки такая музыка нравится он такой нет а такая да такая да ну на то есть по сути взятка да только не деньгами а бля стыдно я взятку дал а пацан которому 22 года до 96 год 22 года ладно похер суть в чем значит выбрали коробку самых зачуханных самых там зачмаренных кассет которые у меня не продавались там ну короче такое ему подарил несколько штук он видит это пойдет на экспертизу там куда-то понятно что он никуда не пойдет от пишет бумажками а у меня целая коробка сумка там ну минимум 10 блоков больше я насколько я помню продавал там подождите 10 это 100 кассет больше 10 блоков даже на столик у меня помещалось я сейчас забыл отдали искать ребятки ну а теперь вы попали на штраф поехали в суд и такой какой нахер в суд нас сажают уже в другой автомобиль уже не в эту херню за решеткой типа какой-то там но обычный легковой не знаю чей-то там из этих служак отвозят опять в хер знает какой район абсолютно другой район то есть и такой странно задержали в этом суд туда чем заключался в суд да ни в чем мы заехали они ждите просидели в коридоре я не знаю пару раз я ходил это время перекурить ну то есть скорее всего это было меньше часа действия то есть никто опять не звоняет они такие сидите сидите ждите мы с этими сумками с кассетами языка там пацанов мужиков сидим ждем где-то там какой-то рия проходит выходит все вот вам значит пиздуйте домой такой че ну все вас осудили вам придет штраф типа ждите по почте ну да все ребятки с калашами выполнили свой план им сказали задержать тех кто торгует контрафактной продукции я уверен что в этот день они там задержали каких-нибудь я не знаю торгующих одеколонными поддельными колготками и кроссовками скорее всего это так и было но по факту нас вот конкретно несколько человек которые кассетами видеокассетами а да собственно штраф штраф пришел в течение где-то двух недель просто на почту кинули бумажку типа оплатите вы там какой-то административный штраф небольшой там какая-то небольшая была сумма и да у меня никто ничего не забрал то есть вот да вот эти кассеты которые значит им коробочку оставил на экспертизу ну и подарил несколько штук там чуваку который меня опрашивал огромное количество кассет осталось у меня кто вы их могли часть из этих кассет видеть в некоторых моих видеороликах основная масса этих кассет была коника к x ну как раз 96 год массовых использовал классные кассеты офигенные вот эти вот беленькие с голубенькими там потом я это как-то подумал ну и нахрен к тому же тогда у меня уже была обычная работа думаю это радиорынок значит все раз они так прижали что много лет не трогали а тут как говорится и штрафте выпил штан штраф какой-то был скажем так не то чтобы совсем копеечный я даже не помню ну то есть я его без проблем заплатил то есть я бывало мог себе пойти то не знаю пиво с рыбой купить на большую сумму чем был тот сумма штрафа видим какой-то минимальный то есть заплатили административку там не помню с какой формировкой просто пришла бумажка штраф больше никакую полицию не ходил кассеты все были у меня я их как говорится распространил среди знакомых часть себя ставил а на рынке больше кассетами не торговал все закончилось рмс-звукозаписи дальше я просто тупо распродавал аппаратуру пошли у меня значит компьютер я точно помню что я японца акай магнитофон кассетник он меня довольно-таки долго держался после свадьбы у меня была значит первая девяносто по моему седьмом году магнитофон на свадьбе был я точный видеоролик помню после девяносто восьмого скорее всего ближе к двухтысячным годам я продал этот акай для того чтобы купить вы не поверите сидером свой первый сидером на компьютеру то есть херня которая читает компакт диски не пишешь и просто сидером сейчас такой вот дурак японца прикольного классного он писал отлично воспроизводил так себе воспроизводил как и рассказывал на магнитофоне электроника поскольку японца шумодав это просто долбия на херня все режет все верха но писал он изумительно я получается сменил японский кассетный магнитофон на долбанный сидюк который сейчас я уверен что большинство из вас в принципе нет сидюка то есть там ноутбуки компьютеры на херу не нужен сидюк в этом случае у кого-то остался не знаю там проигрыватель компакт диска в музыкальном центре чтоб музыку слушать там из коллекции которая сохранилась из двухтысячных на этом все собственно говоря дальше а чё дальше до распродавал свои магнитофоны кстати все которые ну вот здесь и прочее вы могли увидеть за несколько лет значит на моем канале это аппаратура приобретенная за последние несколько лет тех которые были у меня в то время не сохранилось ничего абсолютно я все перепродал в том же рынке какое-то время еще было момент когда я туда ходил там появились вот эти mp4 фильмы но тоже двухтысячные года ну там как там менялись было говоря из них собственно я и накопил коллекцию у меня на сих пор в шифонере хранится где-то две тысячи дисков с фильмами это и dvd и cd ну то есть две тысячи а потом все последние разы когда был на радио рынке но я думаю вы могли видеть несколько лет назад я там видеоролик а ходил покупал магнитофон да себе эквалайзер купил магнитофон а его там купил ну и все то есть на радио рынке давно уже не торгую да длинная получилась история ну вот так и закончился мой бизнес 90-х годах если бы не гоняли тогда то возможно я бы еще несколько лет торговал бы аудио кассетами но вряд ли быть что нибудь это изменило то есть у меня было бы все равно была бы работа на которой я работал стабильно каждый раз радио рынок это было такое хобби прийти пообщаться с интересными тебе людьми побухать про побухать и рассказывал не пейте ребятки однажды я на радио рынке просрал все когда напился и отрубился трамвая потом проснулся без них хера да есть такая история грустная увидимся еще тву-тву-тву тву-тв